Дорожные работы в самом разгаре. 1 августа экватор, середина сезона. Пока, утверждают строители, все идет по плану. Затяжные дожди замедляют темпы земляных работ. Однако, говорят строители, у них есть работа и в непогоду. Целую неделю проливные дожди. Асфальтобетонный завод Дергачах работает на полную мощность ровно три месяца. Это самое производительное предприятие в Украине. В непогоду здесь выполняются регламентные работы – проверка электрического оснащения, обследование природозащитного оборудования по выбросу в атмосферу дыма и частиц пыли. Пока идет дождь, заготовительные мероприятия. Принимаем порядка 100 вагонов в сутки и закаталиваем битум. У нас хранилище имеется на 800 тонн битума. Завод задействован на главном направлении ремонтных работ – Харьков-Ахтырка. Ежедневно на этой трассе работает около 100 рабочих и до 50 единиц техники. Общее выполнение по этому объекту уже более 50%. Участок от Богодухова до границы с Сумской областью. Основание, покрытие нижний слой, покрытие верхний слой, щептимастичного асфальтобетона закончено полностью. Пока что ни в Украине, ни за рубежом нет технологий, которая бы позволяла асфальтировать в дождь. В мокрой среде, утверждают эксперты, нельзя достичь нужного уплотнения горячей смеси. А отсутствие уплотнения означает быстрое разрушение дорожного покрытия. Работы ведутся на отдельных участках Изюмского направления, где нет дождей, на трассе Мерефа-Лозовая-Павлоград. На некоторых участках, рассказывают дорожники, осадки ожидались только вечерами. Поэтому рабочий график служб автодорог подрядчиков этих надзора был пересмотрен. Вместе с тем увеличился объем работ, которым осадки не помеха. Например, для фрезерования покрытия автодорог дождь даже полезен, говорят дорожники, поскольку фреза работает только с добавлением воды. Погода не замедляет и ремонты мостов. В этом году в области обновляются три моста. Первый – это Купьеваха-Богодуховский район, Кисловка-Купенский район и в районе села Коробочкино-Чугуевский район. Мост в селе Купьеваха был построен в 60-х годах прошлого столетия. С тех пор капитально сооружение не ремонтировалось ни разу. Демонтировали перильное и барьерное ограждение, защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Очистили русло реки. Выконаны работы с влаштуванием так называемой накладной плиты. Далее ведется монтаж опалубки для влаштувания тротуара. Общая ширина обновленного моста почти 13 метров. Проезжая часть 9 метров, плюс полутораметровая пешеходная дорожка. Новые – барьерное и перильное ограждение. В регионе продолжают приводить в порядок также дороги местного значения. Текущий ремонт ведется в восьми районах области. По объектам эксплуатационного содержания бригады работают во всех районах области, заявляют на госпредприятии дороги Харьковщины.